Дорогие коллеги, начинаем с защиты календарской диссертации Редюченко Игоря Андреевича асимметричным устройством на схему регулированных монотрубок и графенок, амбитактор и т.п. и глицового диапазона. Но для начала, к слову, нашему исследованию Игоря Андреевича Докунову по поводу полноты документов. В диссертационный совет поступили документы от Редюченко Игоря Андреевича. Документы соответствуют установленным требованиям и в количестве полноты документов соответствуют установленным требованиям мы можем начинать работать. Спасибо. Тогда Игорь Андреевич, 20 минут желательно положиться. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Меня зовут Игорь Андреевич. Сегодня я хотел бы представить вам рассмотрение в свою эксцертацию, которая называется «Симметричное устройство на основе губеродных нанотрубок и графенок и детектор от реакционного обучения». Диссертационная работа была выполнена на кафедре общеэксперментальной физики Носковского патологического государственного университета под руководством кандидатом физики Носковского Пёдорову Георгия Евгеньевича. Диссертационная работа состоит в составе «Симметричное устройство на основе углеродных нанотрубок и графенок. Исследование взаимодействия таргерцового излучения с несопрознабельным системой является бурно развивающимся направлением науки и техники. Прежде всего, это связано с непрекращающимся поиском новых материалов для создания быстрых, чувствительных, энергоэффективных редакторов в таргерцовое облучение, функционирующих при комнатной температуре. Углеродные нанотрубки и графен, в силу своего вникального электронных свойств, рассматриваются как одним из перспективных материалов для создания подобных детекторов. Помимо очевидного прикладного интереса данной работы, исследование взаимодействия таргерцового излучения с низкоразмерными системами может существенно развить наше представление об электронной структуре данных материалов в том числе может быть следовало вкладкой в коллективных облучениях в данной системе высокочастотных рамках. В настоящий момент опубликовано достаточно большое количество работ, изучив 9 детекторов таргерцового излучения на основе графена, однако вопрос о механизмах детектирования до сих пор остается при значительном моменте. Расматриваются четыре основных механизмы детектирования. Фотовольтерическое управление и управление, переходят в фототермоэлектрическое управление за счет термоэдэц, полуметрический эффект, это детектирование за счет изменять сопротивление канала устройства подводить действие на значение и упрямление яркого маршрута за счет выплуждения в канале устройства плазменных волнов. При этом, если в устройстве возникают воздухающие плазменные волны, мы будем иметь шерпополосное эффектирование, в то же время, если плазменные волны не стыхают, мы будем иметь резонансный эффект. В настоящем момент у литературных данных неизвестно, какой из этих эффект, в каких условиях, в каких детекторах является определяющим, и, кроме того, в настоящий момент у литературы отсутствуют данные по резонансным детективным детекциям. Таким образом, цель диссерционной работы, а именно исследования механизмов детектирования, а также исследования вкладов в коллективных плазменных возбуждений наблюдаемых, является актуальным. Для достижения об основной цели были сформированы следующие задачи, а именно изготовить симметричный детектор на основе взрослых анатрубок и графена, исследовать отлив изготовленных детекторов в широком диапазоне температур и частот, выяснить механизмы, приводящие к детектированию трагерцового излучения, а также исследовать возможные вклады в коллективных возбуждений электронной системы, наблюдаемые опыты. В ходе выполнения работы был проведен обзор литературы по исследованию математики, он проводился по 3 направлениям. Первое направление – это зонная структура углеродных наноструктур, второе направление – это транспорт и оптические свойства углеродных нанотрубок и графена, в том числе и плазмоника, и третье направление – это механизмы в том, что детектировали трагерцовыми излучения устройствами на основе трагерцового излучения на основе трагерцового излучения для обзор литературы. Для выполнения поставленной в работе цель была изготовлена детектор трагерцового излучения. В данной работе нами использовалась инфегурация полевого транзистора, которая каналом является углеродной наструктурой. Процедущие транзисторы Детектирование трагерцового излучения в таких структурах происходит за счет выпрямления, за счет нелинейности и встроенных в канал транзистора. Нами было изготовлено две конфигурации, трехэлектродная, она показана слева, и четырехэлектродная. В трехэлектродной конфигурации электроды из стока в сток формируют трагерцовую антенну для связи с излучением, при этом обладают несколько разными контактными свойствами по отношению трофена или углеродного трубка. В четырехэлектродной схеме трагерцовая антенна подсоединена к электродам из стока и затвора, и асимметрия в данных структурах реализуется за счет симметричных граничных условий. Переменный ток у нас протекает преимущественно между затвором и стоком, и при этом переменный ток не вступает в сток. Изготовленные структуры фиксировались на кремниевой, на плоскопорядке с кремниевой линзой помещались в артический красот, который позволяет проводить измерения фотоопытных в широком диапазоне температуры. От температуры жилья гелия до комнатной в качестве источников трагерцового излучения используют лампы обратной волны с частотой от 130 до 650 ГГц, квантового каскада лазера до 2 ТГц, а также и от лазерного пара воды до 2,5 ТГц. Перейдем теперь к экспериментам данных. Данные представлены в аналогическом порядке. Мы начали наше исследование с исследования распорядоченных сеток углеродных нанотрубок, синтезированных методом химического осложнения из газовой фазы. Было изготовлено два типа устройств. Оба типа устройств это трехтиллеродная конфигурация, в которой исток формирует плоскую антенну логарифмического типа, однако тип асимметрии в этих устройствах разное. Устройство типа А сделано таким образом, что один из контактов имеет контакт к нанотрубкам, подвешенным на каталитическом остропе, а второй контакт имеет контакт к нанотрубкам, лежащим на поверхности оксиды крепления. Устройство асимметрии типа В сделано таким образом, что оба электрода имеют контакт к нанотрубкам, лежащим на поверхности, но при этом эти электроны сделаны из различных материалов, ну, по плану золотого надя и палатина. Переднем к реактивным трагерцовым излучением данной структуры. До этого нами были измерены более-менные характеристики устройств типа А и устройств типа Б при комнатной температуре, без воздействия излучения, это синие кривые, и под воздействием излучения, это красные кривые. Как мы видим в устройствах обоих типов, в отдельных характеристики смещаются партии X, это при этом наклон применяется, мы видим только смещение партии X, это свидетельствует возникновение сигнала постоянного напряжения, который в дальнейшем мы рассматриваем как полезный сигнал наших детекторов, как и в окне. Используя измеренное фотонапряжение, мы оценили чувствительность наших детекторов как отношение фотонапряжения к мощности источника и определить, что при комнатной температуре характерная чувствительность данных устройств составляет 10 Вт на ватт, что позволяет их осматривать как детекторы от радиоцового отлучения при комнатной температуре. Как я уже говорил, детектированное излучение в таких подобных устройствах возникает за счет выпрямления нелинейности внутри канала. Несмотря на то, что представленные здесь вольтамперные характеристики кажутся абсолютно линейными, более детальный анализ, а именно аппроксимация вольтамперных характеристик полиномом второй степени свидетельствует, что вторая производная тока по заторному напряжению не равна нулю, и действительно наши вольтамперные характеристики являются нелинейными. Для демонстрации я здесь привел вольтамперную характеристику в более широком гиппозоне, и для одной индивидуальной двухуровневой трубки здесь нелинейность видна невооруженным глазом. Оценив нелинейность вольтамперных характеристик наших устройств, мы также оценили расчетную чувствительность, вот она представлена в этой таблице, и сравнили ее с экспериментальной, и мы видим, что эти значения являются близкими. Асимметрия, встроенная в наше устройство, может переводить двум эффектом, приводящим к нелинейности вольтоперных характеристик. Во-первых, это термоэлектрический эффект, во-вторых, это диодный эффект, а именно упрямление на барьере, возникающем на границе металла на трубках. Однако сложность расформатурной структуры сетки углеродных на трубках, имеющиеся у нас экспериментальные данные, в данный момент не позволяют сделать в пользу, в народе этих двух механизмов детектированных, для этого требуется дополнительное исследование для гигабельных изменений характерных временных эффектов. Как я уже сказал, сетка углеродных на трубках является достаточно сложной системой для количественного удаления, поэтому для дальнейших исследований мы использовали более простую двумяную углеродную систему, а именно граффер. К нами были изготовлены устройства в такой же конфигурации, как и углеродные на трубке, это трехуглеродная инфигурация, поливон транзисторов, в которых исток, исток выполненный в форме спиральной антенны, а она услужит CVD-графен, графен, синтезированный химическим осаждением из газовой фазы. Устройство сделано таким образом, что с одной стороны граффен имеет контакт с золотом, с другой стороны граффен имеет контакт с фональдом. В этом заключается асимметрный данный устройств. Аналогично мы померимые наглядные характеристики, они также смещаются под воздействием излучения, свидетельствия возникновения сигнала на постоянное напряжение. Однако в случае CVD-графена мы пошли дальше, мы использовали не только лампу обратной волны на частоте 130 ГГц, мы померили отвлек наших устройств на четырем дополнительных частотах вплоть до 450 ГГц и померили обе двух температур. Результаты показаны на этих двух слайдах. Мы видим, что при комнатной температуре чувствительность наших устройств падает с ростом частоты, в то время как при адобной температуре чувствительность растет. Пройдем теперь к анализу полученных результатов. Традиционно отык подобных структурах рассматривается в рамках фототермоэлектрического эффекта, в результате неравнометного возогрева канала транзистора, либо как упрямление на барьере, возникающем, например, на границе графена и металла. Однако ни один из этих эффектов по себе не может объяснить возрастание чувствительности с ростом частоты. По этому нами была разработана модель, учитывающая возбуждение плазменных волн внутри графенового канала и объединяющую это с возникновением барьеров на границе графен-металла. В результате была получена следующая теоретическая формула для расчета чувствительности. В этой теоретической форме есть два параметра, которые потенциально могут зависеть от частоты. Это частота рассеяния электронов и временной перезарядки барьера, барьера решетки. Наши экспериментальные данные свидетельствуют, что транспорт в графене уже при комнатной температуре определяется дефектами и, соответственно, время рассеяния у нас не меняется при переходе от 300 кельн к 77, поэтому этот параметр поменяться не может, поэтому мы рассчитали чувствительность наших устройств при двух значениях барьеры решетки. Мы увидели в действительности, что при возрастании сопротивления барьеры решетки, тренд добывания чувствительности может поменяться на тренд возрастания. Соответственно, высота барьеры решетки может простить с понижением температур. Таким образом, он клик структуру на основе графена с цимметричным катактным реагированием может быть объясняем практику упрямления на барьере, возникающую на границе графьян-металл. А для нахайдер влияние взбухающих плазмных волн, на верхах плазмного резонанса. Как вы можете видеть, даже в образцах в среде графена не очень высокого качества, то есть не очень высокой подвижности, коллективное возбуждение и плазмные волны могут влиять на чувствительность наших устройств. Для того, чтобы полностью реализовать эффект резонансного усиления за счет плазмонов в графене, нами были изготовлены транзисторные структуры на основе графена, некрапсулированного в нитритбора. Нитритбора обеспечивает идеальную среду для возбуждения долгоживущих плазмонов в графеновом канале. Кроме того, как мы поменяли графен, используемые в наших структурах, мы также поменяли и конфигурацию. Мы стали использовать классическую 4-х электронную конфигурацию, известную как конфигурацию диактонного шура. Аналогично всем предыдущим результатам воздействия излучения. Вольт-амперная характеристика смешается, свидетельствует вдохновение сигнала фотонабряжения. Прежде чем подходить к демонстрации резонансного детектирования, мы решили оценить, какие же механизмы вносят вклад в вдохновение этого сигнала фотонабряжения. Для этого нами была измерена зависимость фотонабряжения как функции концентрации носителей заряда для двух температур. При температуре кистики, при температуре 77 км. И проведены теоретические моделирования наших структур. В нашей структурах потенциально могут возникать два эффекта проводящих генерацию сигнала постоянного напряжения Вольт-ампер это фототермоэлектрический эффект Электронно-графия не словно связана с формой Водействие электромагнитного излучения может происходить из нагрев электронного системы или, как следствие, термоэлектрический эффект. Наша структура обладает геометрической сметрией Наши перемены протекают между ярким затворным истоком, что приводит к разогреву электронного газа в этой области. У нас была построена теоретическая модель, учитывая это было решено управление теплопроводности в графинном канале, подсчитано распределение температуры в данном канале. В результате была получена следующая оценка для чувствительности в случае фототермоэлектрического эффекта. Результат представлен на этом графике. Как мы можем видеть, в случае термоэлектрического эффекта мы имеем схожую тенденцию с экспериментальными данными при отрицательных значениях затвора, то есть в области плавирования графина. Более того, мы даже имеем не только качественные и количественные согласования. В то же время в области N-легированного графена термоэлектрический эффект предсказывает в зависимости от температуры значения чувствительности, и кому же он подавлен. Наша экспериментальная данность веществует в том, что с ростом температуры наш сигнал растет. То есть у нас при повышении температуры действительно сигнал подрастает в облигированной области. Термоэлектрический эффект не может объяснить такие тренды, поэтому нам бы был рассмотрен второй эффект, которым он может возникать в данных структурах, это так называемое укрепление для этого шоуа. Оно состоит из двух механизмов. Это реактивное самосмешивание и укрепление на динамических перенелистых. Но что здесь важно отметить, в нашем случае мы имеем дело с широкополосным детектированием, в силу того, что газоводность нашего плазменного резоната не очень высокая. В этом случае фотонапряжение диаконного шура зависит от времени рассеяния, частоты рассеяния. Нами было теоретически рассчитано значение фотонапряжения в рамках модели диаконного шура для двух времен рассеяния. Как мы видим, при повышении времени рассеяния сигнал падает. То повышение времени рассеяния можно связать с подвижением температуры. И, как следствие, мы видим, что в области сигнал диаконного шура имеет тот же тренд, что и экспериментальные данные. Перейдем теперь к резонансному детектированию. Для того, чтобы демонстрировать резонансное детектирование, нам нужно ржать дольверсовое излучение. Второе, чуть плазмонной венсии, высококачественный плазмонный резонатор. И третье, мы должны выкримить высокочастотное поле тем самым устройством. Для этого нам было изготовлено устройство, опять же, в 4-х электронной конфигурации в конфигурации диаконного шура на основе двухслоенного графена. Прежде чем преподить фотооткинку, как у нас качественная облаизмерная подвижность носителей заряда в этих структурах она достигала 100 000 сантиметров в квадратных на вольт в секунду, что является очень большим числом. Как я уже сказал, для получения резонансного детектирования нам нужен высокодобротный резонатор. Добротность плазмонного резонатора она зависит от частоты излучения и от временной рассеяния носителей заряда. Таким образом, чтобы достичь максимальной добротности, мы ставим более-толее высокие частоты излучения на 1,5 Гц и заплатили наше устройство до гейловой температуры. Результат представленный на этом слайде. Как мы видим, в зависимости от напряжения от затворного напряжения имеются осцилляции, которые мы связываем с выгружением плазмных колебаний в канале транзистора. Чтобы показаться, нами был промодулирован наше устройство как плазмонный резонатор фабликеров снабженным управляющим элементом. Соответственно, была получена следующая формула. Резонансы возникают каждый раз, когда знаменатель вращается в ноль. Это условие легко переписать как условие пантования действительной части волнового вектора плазмона. Дополняя это условие фазной скоростью плазмона, можно показать, что номер водоплазмного колебания в случае резонансного детектирования является нелью функцией обратного корня из затворного напряжения. То есть, если мы имеем такую зависимость, мы можем говорить о резонансном детектировании. На этом слайде, на этой графике доставлены наши экспериментальные точки, получены из положения пиков, соответственно, именно номера мод. А также линия, это наша теоретическая кривая. Как вы видите, у нас достаточно все хорошо совпадает. Откуда мы делаем вывод, что мы действительно имеем дело с резонансным детектированием. Продемонстрировано ли резонансное детектирование может быть использован для статероскопии плазменных состояний графения. В частности, может быть измерена длина волны графения и время жизни плазмонов. Используя вот это фантомание волнового вектора, можно его переписать в такой форме, где это длина канала. Здесь представлены, полученные из эксперимента, длины волнового плазмона как функции концентрации носителей заряда. То есть, из положения пиков мы находим длину волны плазмонов, а из ширины пиков мы можем оценить время жизни плазмонов. То есть, мы используем лоринсан для оценки полуширины измеренных пускалегментов пиков и построили время жизни плазмонов как функцию концентрации носителей заряда при весе температуры. Позвольте мне рассчитать положение уносимое на защиту. Взаимодействие асимметричных устройств на основе сеток углеродных нанотрубок с излучением трагерцов диапазонно приводит генерацию пистального напряжения. Указанный эффект укрепляется. И в случае, когда углеродные нанотрубки имеют различный тепловой контакт с подложкой в электродах в сток и стоках, и для электрода из сток и сток выполнены из разных металов. Резонансное детектирование трагерцового излучения с метровыми транзисторами в конфигурации якного шура на основе двухслойного графена с высокой подвижностью носительной заряды позволяет исследовать спектр плазменных полнографений. Длина волны плазмона двухслойного графена при температуре 10 кг составляет от 1 до 3,4 мкм при длине канала 6 мкм, что соответствует коэффициенту сжатия равному от 50 до 150, где ляма до 2 длина волны плазмона а ляма до 0 длина электромагнета волны вакуум. Основным механизмом детектирования излучения транзисторов с симметричным контактным навигированием на основе полигированного графена является эффектом управления на барьере, возникающим на границе графена и металлом с более низкой работы вакуум. Плазменное возбуждение в канале графенового транзистора с симметричным контактным навигированием влияет на подъектирование подъектирование подъектирования плазменной частоты резонанса так и частоты кругового рассеяния на сети дизайна. подъектирование на субтергольцовое значение транзисторов подъектирования конфигурации верхнего шорда с графеном канала умеет выставить различное регирование при контактном области графена и графена внутри канала приводит к сильному термоэлектрическому подъектирование в одинаковом типе генов на счет вытекающих плазменных волн Результат работы были опубликованы в 12 работах 8, которые компенсируются в скопы с Web of Science в том числе высокого рейтинга в журналах как Nature Immunication Байфизикс Лейтас и Nanotechnology Хотелось сказать спасибо всем своим коллабораторам и вам предоставлю возможность использовать визу внимание Спасибо Вопросы? Нет? У меня вопрос В диссертации было пять механизмов а в вашем докладе уже стало четыре что с одним произошло? Куда это делается? Да, действительно это путано в технологии сейчас диодные механизмы рассматривают как подлинг фотовольтоличества то есть в презентации отключил эти два эффекта фотовольтоличества Ну, в общем, наверное не должно по отношению диссертаза сильно доклады отличиться Еще вопросы? Нет? Можно Да, конечно Понятно А вот что есть? Значит до нормальной диссертации тема свидетельствуют в том, что главная цель была создание детектора Одно из важнейших ответственности детектора является чувствительность Значит у вас в диссертации написано как отобиралась чувствительность и отношение сигналов не могли бы вы сейчас доклады между ними получать как технически или практически как кратко опишите процедуру по определению чувствительности соответственно в данной работе для чувствительности наших устройств исследовалась для сравнения с имеющимися в литературе данными с коммерческими аналогами нами исследовалась чувствительность на частоте 130 ГГц что мы для этого делаем мы брали измеренное фотонатряжение например вот это значение фотонатряжения и делили его на мощность используемого источника а мощность источника определялась с помощью мистерной головки соответственно просто отношение мощности источника к измеренному фотонатряжению в наших устройствах характерная чувствительность зависит от температуры при комнатной температуре это 10 В при нескольких температурах некоторых фигурация чувствительность взрастает до кВт а как чувствовалась доля мощности падающей которая попадала в детектор фактически в данной работе мы так как мы пытались сравнивать наше неопрактическое применение то нужно знать мощность источника а не то как согласуется наше излучение с графеновым каналом то есть если мы будем учитывать потери на согласование то наша мощность которая рассеивается в самом графеновом канале будет очень маленькой очень большим значением чувствительности которых практически ничего не имеет поэтому мы такие оценки не проводили чувствительность рассчитывали из мощности источника и измеренного напряжения честно говоря не понял у вас фокусировалось на входное мощность да мы использовали для связи с излучением у нас соответственно использовалось кремниевым линзам и антеннам ну а как то вы определяли уровень излучения на поверхности ветра ведь у вас же там и пустое пространство вот оно линза антенна оно с какой-то ослабленным каким-то образом хотя бы из запускательности фактически специальных оценок в данной работе мы не проводили но я потому и спрашивал о процедуре на каком расстоянии ну хотя бы понять насколько ослабленным и записание процедуры можно сказать насколько ослабляет у вас излучение по пути расстояние между источником и пеостатом составляет порядка десяти сантиметров то на таких небольших расстояниях прогрессов увеличения вращается в атмосфере к другим потерям можно внести потеря кремниевой линзии потеря кремниевой точке не оценивали то есть вы говорите что выбрали мощность источника и просто мерили и не оценивали то есть будет процент потеря кремниевой линзы не оценивали а процедура как поделилась соответственно наше устройство является фотоэтаическим то есть они не требуют излучения то есть мы светим на наш детектор и снимаем сигнал под напряжением для расчета мощности шума нами использовалась измеренная чувствительность которая делилась на спектральную мощность на спектральную плотность шума рассчитана для теплового шума то есть использовалась для оценки по теплового шума этот поход является достаточно часто использованной температуры деграфиального детектора поэтому мы не пользуемся то есть специально к моменту точнее плотность шумов мы не меряли но оценивали с пробить измерения слабый измерение сколько калиброванное измерение Измерение шумовых характеристик детектора не состояло в углове угла на работу. В принципе, для того чтобы померить шум детектора, в нашем случае у нас распоряжения были только теплые усилители. Фактически, выходной шум усилителя превосходил шум нашего детектора, поэтому мы не смогли померить напрямую спектральную плотность шума. Для этого нужно использовать охлаждаемые усилители, у которых в нашем распоряжении не было. У вас нет вопросов? У меня есть небольшой вопрос. Я формулировал свои замечания. Все-таки, как эти величины чувствительности, которые показали ваши детекторы, как они соотносятся с традиционными детекторами? Можно сказать, что здесь есть таблица с традиционными детекторами, скажем так. Мы проводили измерения в основном, которые имеет смысл сравнивать характеристики наших детекторов при комнатной температуре. Эти температуры уже другие. То есть не охлаждаемые детекторы, а охлаждаемые детекторы. По этой таблице представлено несколько видов коммерчески доступных детекторов, которые говорят, целое излучение при комнатной температуре. Соответственно, характерна эквивалентная мощность шума в них от 80 пик до 1000. Наши детекторы при комнатной температуре, наши оценки делают эквивалентную мощность шума 500 пикалат. Находим с Герц. То есть мы попадаем в тот ранг, который имеют у нас коммерчески доступные детекторы. Я хотел бы сказать, что чувствительность это является по одним из параметров, которые требуются в детекторах. Не касаясь физики, которая без сомнений очень интересна, но в чисто практическом плане, когда Вы говорили в диссертации о семействах и о чувствительности, хотелось бы понимать, о чем идет речь. Насколько различаются чувствительности разных типов изготовленных маленьких детекторов? Хорошо, спасибо. Да, и заканчиваю один вопрос. Такая же ситуация состоит в период с несохлаждаемым детектором. Это достаточно большая подлица, имеющаяся на данный момент детектором. Я определенно поместил детекторы, производимые коммерческими фирмами и, соответственно, их эквариантная мощность шума совпадает с той, с которой было отсыжено для сомнографена. То есть характеристики близки коммерчески доступным. Но вот чувствительность детектора зависит от площади, от размера детектора. У Вас детектор очень маленький. Несколько миллиметров размера. А те детекторы, которые используются, они обладают такой же чувствительностью пространственной? Нельзя ли сделать, скажем, на графине большего размера детектор с большей чувствительностью? Ну, во-первых, детекторы используют совершенно другие механизмы, которые будут представлены в обзоре и сравнивать их достаточно тяжело. Что касается размера, как мне кажется, у нас, так как мы используем антенну для согласования с излучением, то облица больше чувствительности уличевой площадки. Ну, это получится. Понятно. Хорошо. Еще вопросы? Я тогда предоставляю слово Владимиру Москвеевичу для зачистывания его. Так, я должен зачитать заключение в сверхзадистику членов диссертации. Заключение Морозова Александра Владимировича по содержанию диссертации. Актуальность тематики диссертации. Тема исследований, выбранных диссертантом, является актуальной. Научная новизна. Первое. Созданы асимметричные детекторы терапевцового излучения на основе разопорядочных сеток. Созданность углеводных нанотрубок и графена свой плазм на ватт при 300 кельвинах. Осуществлено резонансное детектирование терапевцового излучения треевыми транзисторами на основе двухслойного графена с высокой подвижностью носителей заряда. И продемонстрировано, что оно позволяет исследовать спектр плазменного графена. Показано наличие существенных плазменных пилипаний в канале транзистора на основе графена с невысокой подвижностью носителей заряда. Теоретическая и практическая значимость десеркционной работа. В работе впервые продемонстрировано резонансное детектирование терапевцового излучения за счет плазменного усиления в полевых транзисторах на основе двухслойного графена. При низких температурах проведены теоретические расчеты наблюдаемого эффекта, оценены различные механизмы затухания. Плазменный флон заложен на основу для создания резонансного терапевцового детектора, функционирующего при комнатной температуре. В полнотах выковали основные результаты диссертации. Все результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных работах, в том числе 8 публикаций из списка ведущих пациентированных журналов. Вопросы и замечания. Секундук, Вам как удобно? На каждую? Или в конце на все замечания? Наверное, все равно, так и так. Наверное, удобнее того, конечно, на все замечания сразу. Хорошо. Тогда замечания. Первое. В обзоре литературы на странице 35 диссертант пишут, существует пять основных механизмов, приводящих к выприванию терапевцового излучения в структурах на основе углеродных наносистем, фотовольтаический, фототермоэлектрический, диозный, полометрический и эффект диагноза шура. В диагнозе логичных главах 3 пишут. От 3.6 в рассматриваемом устройстве ценит вклад каждого из этих механизмов в возникающий сигнал. Однако в каждой из этих глав рассматривается только некоторые из этих пяти механизмов, а основания, по которым можно принеблечь оставшихся, не приводятся. Второе. На странице 24 приведена фраза. Линейная зависимость проводимости от напряжения задора рассматривалась в рамках диффузионного транспортного труда. Во-первых, это какой-то жаргон. Во-вторых, модель труда владелась для классических массивных носителей заряда. Что представляет собой модель труда для безмассовых носителей заряда в графине. Третье. На странице 34 написано. Возможный волновой вектор импульса Q в графине может быть на два порядка больше, чем Q0, что соответствует сжатию в 10 в 6 раз меньше дефекционного предела. Вопрос. Как возникает величина 10 в 6? Следующая. На странице 58 читаем. Действительная интенсивность D пика ID, отличающая за дефекты кристаллической решетки и степень амортики, гораздо ниже эффективности J и K и J. В то же время 2, I2D, деленный на IG, больше полутора, что свидетельствует о однословенности графина. Природа пиков не указана, поэтому данное положение требует уточнения. Следующее. В оформлении диссертации достаточно много обрехов. Рисунки и подписи к ним оказываются на разных страницах. Подписи к рисункам не всегда отделены от последующих текстов. Не все обозначения расшифровываются сразу после формул, которые они используют. В списке литературы перед требованием ГОСТа диссертации и диссертации Гадыченко полностью удовлетворяют требования к поважению от присутствия ученых ступеней кандидата наук в МВТИ. Подпись Александра Ильича Морова. Комментарий? Нет, не будет. То есть вы на всех замечали всех. А сейчас, мне кажется, она будет правильная после каждого, чтобы потом... Просто спросите, как вам нравится. Вы обмечаете? Как вы с этого замечания хотите? Подскажите. Первое замечание было причем на то, что существует достаточно большое количество механизмов детектирования, но все были рассмотрены, как выгодят. Действительно, проблема распутывания механизмов детектирования является достаточно сложной. В обзоре литературе представлено пять возможных механизмов детектирования. Я хотел бы обратиться по-быстрому. Главное первое. Главное. Главное. Нами был сделан вывод, что детектирование карбецового излучения может происходить за счет фототермоэлектрического эффекта и за счет управления на барьере. При этом, анализ воротнамберных характеристик, проведен в анализе деятельств, это о том, что сопротивление устройства подводительственного излучения не изменяется. И мы таким образом выбрасываем балометрический эффект. Таким образом, в данной главе мы говорим сразу о трех механизмах инфектирования. Это фототермоэлектрический эффект, диодный эффект и балометрический эффект. Что же касается эффекта диагноз-шора, он больше относится не к конкретному эффекту, а к конфигурации. Возможно, это было не так четко прописано в тексте диссертации. И данный эффект мы рассматриваем только в трех электронной конфигурации. Так что касается следующих глав. Следующая глава это глава, собственно, с середигографирования и асиметричного контактного моделирования. В этом случае наши вольтнаперные характеристики также не изменяют наклон под воздействием излучения. То есть сопротивление второй всегда не меняется. Поэтому мы отбрасываем изначально галометрический эффект. Далее эффект диагноз-шора, опять же, не рассматривается в этих структурах, потому что это трехэлектронная конфигурация. У нас остается эффект фототермоэлектрический и диодный эффект. Мы делаем анализ, в результате которого наша частотная зависимость согласуется с фототермоэлектрическим эффектом. Поэтому диодное направление, а точнее с диодным направлением, поэтому фототермоэлектрический механизм мы тоже отбрасываем как механизм от такого порядка. Получается так, что вы выбираете механизм такой, который ваш привод лучше всего объяснит. Я мысль вашу понимаю, но хотелось бы все-таки, чтобы отбрасывание было путем оценки вкладов, а не то, что вот это не похоже, а вдруг при оценке оказалось бы, что он дает 10 раз больше, чем то, что похоже. И тогда бы у вас была, извиняюсь, проблема, как согласовать теорию с экспериментом. Могу просто, ну, как фокус, вы вытаскиваете нужный механизм, вот он хорошо эту кривую объясняет, и мы разошлись. Вот я прав или не прав? Что-то какой-то элемент фокуса в этом есть. Да, еще бы хотел сказать, что все-таки каждая конфигурация... Нет, про конфигурацию и диодный амушуру вы меня убедили, а вот из оставшихся, вот там должна быть, а это дает прямую линию, а горизонтальную, а это дает наклонную. Мы рассматриваем только тот механизм, который дает наклонную. А вдруг при оценке казалось бы, что тот, который дает горизонтальную, он 10 раз больше вклад дает в этой ситуации. То есть таких оценок, я думаю, не проводил. Да, как количественные оценки эффектов проводились только в двух последних вкладах. Это было посвящено графену капсулированной прибора. То, что было посвящено трубкам синтезированным химическим ссординиям из газопазы. И в связи графена будут проведены только качественные оценки. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Еще это модель труда. Что это такое? Я действительно искренне не буду. Извините. Модель труда действительно разработана классическая модель для описания транспорта. Динамик относительно заряда леталов. Действительно, в полной мере применять ее графена неправильно, так как графене относительно заряда безмассового пермиона. Однако для ортономологического описания гиппозиодного транспорта мы можем применить эту модель, если мы введем эффективную массу относительно заряда графена как отношение импульса графена к скорости орбиты. Импульс к скорости. Да, импульс к скорости. Импульс к первой скорости. Таким образом, мы можем ввести массу для безмассового фермиалного графения? Нет, потому что там будет эффективная масса, и не только в металлах, в счет наличия квантового рождения. Вы абсолютно правы, почему это трудно называть, я не очень понимаю. Следующий вопрос 10 в 6. Данные оценки были взяты из обзора по возникновению плазменных колебаний графения. Видимо, автор имел в виду объемное сжатие, что, естественно, в случае графения. Здесь четвертый написатель, правильно? Да. Следующий вопрос. Нет, ну тут просто надо и уточнять. Фраза написана очень. Соответственно, на рамонской спектроскопии... Вопрос, соответственно, был про природу... Что такое 1G и A и G, и 1A и 2GD? Что это такое вообще? Почему нет условий? Соответственно, если вы говорите в природе, у нас графена и другие геородные материалы, такие как геородные трубки, графена, графета, у них существует, в рамках французской спектроскопии, несколько характерных пиков. G-пик считается это как графитовый пик. Он возникает в результате колебаний в плоскости графитового хора. D-пик это, он ассоциируется с дефектами и обычно переход... ID или 1D это дефекты, а I2D это тоже дефекты? Соответственно, это рассеяние какого-то второго порядка, когда у нас возникают два панона. То есть пик, отвечающий за дефекты, он подавлен в силу симметрии христалла, например, как пик второго порядка, он возможен в графене геородных на трубках, и его интенсивность связана с количеством слоев нашей структуры. То есть графена G-пик говорит о том, что мы имеем дело с графитом, собираемые на трубках и микрофеном, D-пик это интенсивность. А интенсивность 2D-пика, она свидетельствует о количестве слоев. И чем больше слоев, тем больше не будет. Так что, наоборот, для однослойного микрофена мы имеем узкий интенсивный пик. При увеличении количества слоев этот пик размывается, становится более широким и менее интенсивным. Ну все, со следующим замечанием мы согласимся. Так, следующее заключение по содержанию диссертации главного Виктора Владимировича, доктора физмат-наук, профессора, директора физтехшколы электроники и фотоники и макулярной физики МФТИ. Актуальность тематики диссертации. Исследованием и детектированием трагерцовыми структурами на основе трагерцового излучения на основе двухсторонного брофена инкапсулированного на метрисбора за счет возбуждения плазма МФО в канале детектора. При этом эфициент сжатия составляет от 50 до 150. Также показано, что в случае брофена с невысокой подвижностью носителя заряды возбуждение плазма МФО может к изменению эффективности детектированного включения с частотуры. Были разработаны асимметричные детекторы терагерцового излучения на основе разнопорядоченных сеток бибродных аналогов и грофена. Показано, что в случае полевых транзисторов конфигурации диагонного шума по грофенному каналу вклад в потолок бибродных аналогов мог давать три эффекта – фототермоэлектрический, диодный и резистивное самосмешивание. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. Диссертации содержат несколько важных теоретических и практических результатов. Прежде всего, стоит отметить эффекты изонансного детектированного терагерцового включения устройствами на основе доуслоенного грофена. На виду с экспериментальной демонстрацией этого эффекта было проведено теоретическое моделирование многих детекторов в рамках термоэлектрического эффекта и эффекта диагонала шума, а также с учетом возбуждения плазма МФО в канале транзистора. Были выявлены возможные каналы затухания плазма МФО в канале транзистора. Полученные данные могут быть использованы для организации таких резонансных устройств, что должно привести к кончик селективным детектированиям, скатероскопии и модуляциям операционного звучания ниже классического декорационного предела. Полнота публикования. Все результаты диссертационной работы опубликованы в 12 работах, из которых просим идущих лицензированных журналов. Пятый вопрос и замечательный. Первый. В диссертационной работе измерения фотооприка исследуемых устройств при гиберационном диапазоне производится при низких температурах до дитикелинах и при комнатной температуре. Устройства изготовлены из графена или углеродных нанотробок. Одно или двухслойные. Коллектронные свойства таких нанообъектов могут быть чувствительны к поверхностным загрязнениям или адсорбированным веществам. Из тех, за диссертацией неясно, как автор контролировал отсутствует срабатывание загрязнения поверхности нанообъектных устройствах. Второе. В автореференции на странице 9. В начале третьего абзаца. При понижении температуры до дитикелина чувствительность возрастает. Вероятно, ошибочно малая буква «К» должна обозначать прогнозы Келина. Третье. В диссертации встречаются опечатки и несогласованность подерживания. На странице 8. На праве гиберационных подтверждения в электронной системе выключенных сигналов на странице 9. Электроды выполнены в форме гиберационной темы. Шестое. Общая характеристика диссертации. Приведенные замечания не влияют на общую высокую оценку работы и не снижают ее ценности. Диссертационная работа гиберченко Игоря Андреевича является законченным исследовательским трудом выполненным на высоком научном плане. Полученные результаты обладают научной визной и достоверностью и вносит вклад в понимание механизма детектирования террористового излучения устройствами на основе графена и гиберонных нанотробов. Личных подавков данное научное исследование не вызывает сомнений. Диссертация полностью соответствует требованиям положения при суждении ученых степеней кандидата науки в МФТЕ. Какие-то комментарии? Нет? Нет. Тогда ответы на замечания. Спасибо за замечание. Соответственно, замечание касалось забрязнение исследованных углеродных структур. Я хотел бы сказать, что для борьбы с этим заказнением был принят ряд мер, прежде всего. Соответственно, что эти структуры были изготовлены в условиях чистых помещений. Первое. Второе. Изготовлены структуры для индустрии влияния от саппирования. Сейчас отжигались вакуумные измерения. После того, как мы структуру изготовили, мы отжигали вакуумы, для увеличения влияния от саппирования существа. После чего помещали в криостат, и все измерения также проводились вакуумы. То есть был предпринят такой комплекс мер по борьбе с наличием загрязнения на наших структурах. Соответственно, наиболее чистая структура в нашей работе это вакуумы сулированы для перебора. В этом случае вакуумы подправлялись в нашем материале для исследования вообще не сулирован, и влияние атмосферы для него отсутствует. Какая-то дополнительная характеризация это наличие загрязнений на структурах нам не проводится специально, чтобы понять насколько. В основном говоря, что остается от технологических процедур, остаток резиста и прочее. Вопросы, которые вы готовили, это, как говорится, лабораторно приготовленные экспериментально на классы. На самом деле, тема очень популярная, она многообещающая, поэтому и много занимаются. И научное сообщество стремится, конечно, к тому, чтобы научиться это делать стабильно, с хорошей воспроизводимостью, с хорошими характеристиками. И главное, чтобы можно было делать, то есть изготавливать, как делают современную электронику, в больших количествах, и все воспроизводимо одинаково. Вопрос масштабированный. Вы видите, вот пути, как ТОР и МИ, можно, так сказать, применяя определенные инструменты, масштабировать изготовление вот таких элементов. Вот здесь масштабирование, прежде всего, ограниченность современной технологии по синтезу графяно-мингородных антробок. В данный момент эта технология, на мой взгляд, далека еще от промышленного применения. То есть существует два типа графена, по сути дела, который синтезируется химическим саждением с газовой фазой, и графен, который отшелушивает от графита. На данный момент, соответственно, эти два материала отличаются достаточно сильно по характеристикам. И то, что интересно с точки зрения характеристик, это графен, отшелушенный от графита. Он демонстрирует гораздо высокие, более высокие характеристики. CVD же графен, он достаточно сильно дефективен, и на данный момент эта технология, его производство, на мой взгляд, вообще не промышленная. В принципе, она масштабируемая, так насколько я знаю, CVD графен сейчас синтезирует и переносит на подложки различного диаметра. В принципе, это может подняться в промышленности, но качество этого графена очень недостаточно. То есть, пока уровень техники не позволяет... Да. В принципе, это можно масштабировать, да. Хорошо, спасибо. Хорошо. Итак, заключение. По содержанию диссертации Максимовича Александра Витальевича, доктора физматного профессора, заведующего кафера в общей физике. Актуальность тематики диссертации? Помимо фундаментальных интересов, исследования и детектированные терапевтичесовые звучания транзисторами на основе гибридовных трубок географии, она может заложить научную основу для разработки детекторов нового поколения. Все это позволяет называть определенные исследования актуальными. Научная новизна. Диссертация Петюченко получена несколько новых научных результатов. Первое. Показано, что синтетичное транзисторное устройство на основе сеток разупорядочных, сеток ОНТ, являются детекторами субтогридовского излучения при комнатной температуре с эквивалентной мощностью шума не более 5 на 10 минус 9. Второе. Показано, что плазменные волны могут влиять на частоту на основе гибридовных трубок географии с синтетичным контактами и двигателем. Тоже устройство с относительно небольшой подвижностью электрона дает первого возможного резонанса. Усиление электрона наблюдается при температуре 77 К, когда частота увеличивается в сторону резонансной частоты плазменных волнов. Основным механизмом объектива в этом случае является напрямую ненаварийность, возникающая на границе графена и металл в более низкой работе электрона. Третье. Продемонстрировано, что полевой транзистор конфигурации диаконала Шора на основе графена является высокочувствительным детектором с низкой эквивалентной мощностью шума. Было показано, что противоположный знак коэффициента Зея века в пыли первом на графенном канале и увеличенной треконтактной области экзофенометалл приводит к фототермоэлектрическому напрямлению высокочастотного излучения. Продемонстрировано, резонансный детектор терагерцового излучения плазменными в полевых транзисторах на основе двуслойного графена. Третье. 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 на ведущих лицензированных журналах. Вопросы и замечания. Так, основные замечания можно описать следующие. Первое. Диссертация оформлена с некоторой небрежностью, что бы раздражается в наличии множества пропущенных знаковозапрегинаний, нескольких повторяющихся и пропущенных словах, несогласованных падежах и окончаниях, наличие опечаток, использование некоторых жарганизмов, например, остатки от фабрикации. Кроме того, фактически на всех оригинальных рисунках автора присутствуют подписи на английском языке. Часть фотографий с электронно-сканирующего микроскопа не содержит указания масштаба, на части рисунков цифры по всям указаны очень мелко и не воспринимаются без значительного увеличения масштаба электронной версии диссертации. Второе. Одной основной целью диссертации является создание исследований приемников и детекторов террористового излучения. К сожалению, ни в обзоре литературы глава 1, ни в какой-либо главе, содержащей экономические результаты, не представлено современное состояние в области террористового детектора за исключением небольшой таблицы 6.1, содержащей очень неполные и не совсем корректные данные. Вместе с тем, такое сравнение было бы вполне уместным как на этапе мотивации работы и постановки задач исследований, так и при обсуждении полученных результатов. Третье. В главе 2 представлено подробное описание технологии создания топологии объектов исследований. Вместе с тем, в начале каждой главы, посвященной отдельному объекту исследований, топологии структур приводятся вторично, включая фактически повторяющиеся иллюстрации. На мой взгляд, этот подход неоправдан и несколько информационно перегружает представленные исследования. В качестве вопросов диссертации. Первый. Как указано на странице 67? Для оценки мощности эквивалентной шума спектральная плотность мощности шума определялась расчетным путем с использованием Закона Джонсона-Найклеста. Действительно ли тепловые шумы являются определяющими в полных шумах приемной системы? Измерялись ли шумы экспериментально? Если нет, то какие оценки можно сделать относительно полных шумов приемной системы? Как при этом изменится мощность эквивалентной системы? Второе. Одним из направлений исследований детекторов на основе графина являлся экспериментальное нахождение частотной зависимости возникающего сигнала в диапазоне частот 129-450 МГц. Результаты представлены на рисунке 4.8. При этом делаются выводы принципиально разной зависимости возникающих сигналов при температурах 300 Кельвина и 77 Кельвина. Учитываются ли при этом частотные зависимости использованные планарной антенны? Может ли она существенно повлиять на представленные результаты? Третье. Технологии роста углеродных нанотрубок имеет какой-то степень стратегический характер. При дальнейшем создание террогерцовых детекторов на основе сеток углеродных нанотрубок возможно шунтирование отдельными нанотрубками создаваемых структур, как, например, это видно на рисунке 2.5. Для конфигурации детектора с асимметрией первого типа, где шунтирующие нанотрубки не имеют асимметрии, соединяют рукава планарной спиральной антенны, находящейся вне каталитического островка. Были ли такие нарушения структур, как-то учтены измерения, были ли приняты какие-то технологические приемы, то есть они никаких нарушений. Четвертое. При измерении быстродействия детекторов на основе сеток углеродных нанотрубок одно из полученных ремонт составило 9 микросифтном рисунке 3.3. Какова точность определения этого времени? Пятое. При исследовании резонансного детектирования с использованием микрофенового флазмона авторам представлена лучшая вольтеплатная чувствительность по 3 кВт на ватт. И является ли это значение скорректированным, то есть полученным с учетом поглощения в премиовой подложке, как указано на страницах 67? Учитывалось ли при этом поглощение и излучение в премиовой линзе? Шестое. Общая характеристика диссертации. Диссертация Григорьевиченко и Юрия Андреевича, освещенная актуальным вопросом физики и конденсированного состояния, представляет собой законченное научное исследование, выполненное на высоком уровне. Результаты ее имеют научную и практическую значимость, а в треферат объективно и полно отражает содержание диссертации. Диссертация полностью соответствует требованиям положения присутствия ученых педемий в МВТ и в подпись. Комментарии? Ну, может, поройки, всего? Да, конечно. Я много замечаний написал на самом деле. Нет, много. В основном они двух основных цифров. Действительно, как я писал в начале, это некая аккуратность. В работе, мне кажется, должна быть. Можем у тебя замечания не только Северию Андреевичу, но и к его руководителям тоже. То есть, на мой взгляд, работа должна быть, ну, так сказать, не только здесь, если вычисли. Ну и второе, наверное, вот, вторая совокупность всех этих замечаний, связанных с тем, наверное, что, как сказать, ну, вот мы Северию Андреевичу уже обсуждали, да, я так и сказал, что действительно, та вот группа, в которой он работает, я не знаю. Группа, которая работает, ну, графином, по-своему, короче, в сообществе, да, именно в сообществе людей, которые занимаются детекторами, в том числе и трагерсовыми детекторами. Поэтому вот, как вы, вот, какой-то вот аккуратности оперирования понятия не трагерсовых детекторов, даже выхватная чувствительность, да, вот, конечно, даже сегодня вопрос задавали, выхватная чувствительность, с чего приемника и самого детектора, да, и самой структуры, определение полос, определение быстродействия, да, определение неба, изменение шумов. Вот, наверное, вот этого чуть-чуть вот диссертации не хватило. Но во все это, безусловно, я считаю, что сфере мы имеем просто высококлассную работу, экспериментальную работу, и это, в общем-то, подтверждается и той технологией, которую использовал и развил Игорь Андреевич, и тем оборудованием экспериментальной, которое мы используем для получения результатов, и, конечно же, теми экспериментальными результатами, которые для самих в этом диссертации еще раз спасибо за полезные комментарии и замечания. Я полностью согласен с тем, что в оформлении диссертации были допущены некие неточности, агрессии, и она была, действительно, не до конца вычеркнута. Я буду учить приобретенного предпоследования дальнейших статей чего-либо и буду стараться избегать таких ошибок. Что же касается вопросов? Вопрос про эквивалентку ночной шума уже сегодня прозвучал, я не знаю, стоит ли на него фактор на эту часть. Следующий вопрос, насколько я помню, был посвящен моделированию антенны, если я правильно помню. Да, спектральные характеристики антенны, можно посмотреть. Игорь Михайлович, возьмите, вы можете, возьмите по вопросам, можно отвечать. Да, спектральные характеристики антенны, действительно, моделирование свойств антенны было проведено сейчас, электродинамическое моделирование антенны. Учитывая геометрию антенны, в модель входило сопротивление канала и сопротивление барьера на границе серый графен и металл, а также емкость барьера. Результат представлен на этом графике. Соответственно, это так называемый параметр S11, антенны, характеризующий отражение поданное под антенны мощности. Соответственно, мы посчитали этот параметр при разных значениях сопротивления барьера и при разных значениях емкости барьера. И увидели, что изменение этих двух параметров не приводит к такому существенному изменению частотной зависимости. И тем самым мы сделаем вывод, что не включая модель плазмона, мы не можем объяснить наблюдаемую в эксперименте зависимость от частоты. Следующий вопрос, он касается точности определения времени работы детектора. точность определения времени работы детектора определяется в точнестях максимации. То есть, именно для детектора представленного в работе количество экспериментами точность было небольшое, и поэтому мы имеем достаточно большую погрешность. Она оценивается примерно на 20%. И последний вопрос. Нет, это не последний вопрос. Один вопрос, этот вопрос. Он касается технологии изготовления структуры. То есть, рост нанотрубок имеет некий беспорядочный характер. То есть, наши скалуги не позволяют выращивать нанотрубки в заданном направлении. Наши нанотрубки растут в плоскости борца по всем направлениям. В том числе, эти нанотрубки могут шунтировать наше экспериментальное устройство и понижать степень его нелинейности. Для борьбы с такими нанотрубками мы использовали химическое направление. То есть, те трубки, которые замыкают нашу нанотенну в тех местах, где нам не нужно, были специальным образом вытравлены кислородной плазмой. А ты там рабочая чем-то защищала? Да, мы делали закрышку из резиста по ММА, стандартного электронного резиста. А все трубки, которые нам мешали, мы просто отравливали кислородной плазмой. Так, и последний вопрос касается профессиональной работе чувствительности детектора 3 кВт. Является ли это значение скорректированным и полученным с учетом поглощения к первой подложке? Нет, это значение не является скорректированным. Это, как я уже говорил, доминам в этой части работы. Это измеренная мощность источника 129 ГГц и измеренное входное движение. Просто это отношение. Но это все-таки с усилителем, который вы используете? Нет, без усилителя. То есть до входа усилителя? Именно в данных экспериментах, когда у нас такая большая чувствительность, мы с усилителя вообще не используем. Заключение по содержанию диссертации от посола Александра Николаевича, доктора физико-математических наук, профессора физического факультета Московского государственного университета. Первая актуальность тематики диссертации. Так, ну, тут целый объект. Я не узнавал. Все, тематика диссертации актуальна. Второе. Научная новизна. Диссертация Гридвиченко. Первое. Впервые продемонстрировано резонансное детектирование террогельцового излучения по его метранзицированию на основе эдукционного графена. Приборная структура выполнялась в конфигурации диагнозного шура с террогельцовой антеннами, образованной стоком верхним затворным электроном. Второе. Продемонстрировано детектированное террогельцовое излучение с симметричными устройствами на основе сетоку природных нанотрохов. Выяснил сложный характер процессов, определяющих такое детектирование, которое не может быть объяснено исключительно фототермоэлектрическим выпрямлением, а является результатом его комбинации с другими эффектами, включая диоды. Третье. Впервые обнаружено проявление плазменных возбуждений в канале графинного транзистора с невысокой подвижностью носителей заряда вдали от фундаментальной плазменной частоты под воздействием суг террогельцового излучения. Следующее. Продемонстрировано, что основным механизмом детектирования террогельцового излучения в случае с асимметричным контактным либированием на основе плазменного среди графена является эффект выпрямления на барьере, возникающей на границе графена. Следующее. Показано двойственной природой отклика на суг террогельцовое излучение транзисторных устройств, конфигурации ягодного шура с графеновым каналом. При полигировании графенового канала возникает сильный термоэлектрический сигнал, в то время как при эндомирусе наблюдаются широкополосные детектирования за счет затухающих плазменных формул. Теоретическая и практическая значимость работы. Основное содержание работы представляет собой экспериментальные исследования. Практическая значимость результатов этих исследований заключается в создании и определении характеристик нового типа террогельцового детекторов на основе гибридронных нанотумбок и графена. Автором разработаны технологические маршруты изготовления террогельцового детекторов на основе гибридронных гибридронных структур. Теоретическая конфигурация чувствительного детектора на основе гибридронного графена с эквивалентной мощностью шума сопоставима с гибридронными детекторами при 10 гибридронах. Построенные диетические модели для расчета чувствительности детекторов могут быть использованы для разработки детекторов террогельцового звучания нового поколения, потребность которых наблюдается в различных областях промышленности – от медицины до телекомпенсационных сетей. Следующая. Помота опубликованные. Все результаты диссертации опубликованы в 12 работах, из них 8 статей опубликованы в предыдущих акционализированных журналах. Пятый. Вопросы и замечания. Первый. С текста диссертации неясно, кто именно и в какой организации получал графен, использовавшийся в работе. Также не указано, кем были получены гибридронные настройки, выполненные исследования с использованием различных аналитических методик. Учитывая огромный общий объем представленных результатов, указания соисполнительной работ, участвующих в выполнении этих элементов несколькими модернизациями. Второй. Текст диссертации задвигают опечатками, орфографическими и стилистическими ошибками, терминологическими неточностями и разговорами и выражениями. Третье. В главе 4 автор связывает наблюдаемую частотную зависимость хода лодка с комбинацией выпрямления на ПМ-переходе и возбуждением вспыхающих плазменов. Однако измеренный ВАП устройства демонстрирует хорошее линейное поведение. Если действительно устройство ПМ-переход, почему он не отображается на ВАП? Насколько сильно его влияние? Общая характеристика диссертации. Диссертационная работа Галюченко представляет собой законченное научное исследование, обладающее внутренним единством. В работе получены значимые научные результаты, имеющие важные теоретические значения и перспективы практической реализации. Результаты диссертации полностью опубликованы в ведущих научных журналах. Автор реферат соответствует содержанию диссертации. Диссертация полностью соответствует требованиям и положениям и рассуждения ученых степеней опыта и опыта. Комментарии? Да, я сделал эти комментарии, а это помогло для вас. Меня немножко удивило то, что, зная эти комментарии, которые у вас уже были, если я сказал, вы не учли их в своем докладе. Многие из комментариев, многие вопросы можно было бы уже ответить в процессе доклада. Вы их не учили. Это, мне кажется, не правильно. Замечание по поводу поставленных замечаний. Позвольте мне о том, с большим количеством коллабораторов, экспериментаторов, технологов, теоретиков. Что касается синтеза углеродных нам структур. Углеродные нам трубки были синтезированы лично мной в самодельном реакторе для синтеза химическим осаждением из газовых фазов. Графен, синтезированный химическим осаждением из газовых фазов, был синтезирован в Институте общей физики РАН в лаборатории Елена Дмитриевна Абрасова. Графен, инкапсулированный нитрит вора, был предоставлен нашим коллаборатором Денисом Бандуриным. В момент проведения исследования он работал в Манчестерском университете. Что же касается характеризации. образцов проводилась соответственно методом электронной микроскопии. Электронная микроскопия была проводилась на 6 образцов мной лично. Рамонские исследования т.е. птикоскопии функционного синего цвета проводилась также в Институте общей физики Российской Академии наук, а также в МИЭТе в группе профессора Ивана Ивановича Губренецкого. Также следует отметить, что часть измерений, а именно характеризация графена проводилась в физическом институте Академии наук. В физическом институте Академии наук измерялась полоскоподвижность носителей заряда графеновых образцов. Также мне хотелось бы ответить, что в работе участка еще и теоретики была. То есть, по-моему, это вопрос о том, где были созданы образцы. А вы, по-моему, начали уже рассказывать все. Образы, по-моему, если по-моему, шаровки, метровка образцов и характеризации, и, по-моему, не понимаешь, что с подозрением. Да, чтобы не затягивать, давайте я перейду. Опять же, скажу еще замечание касается вашего количества отпечаток, приношу извинения. И последнее замечание касается наличия памятника кода в структурах на основе Европе. Дело в том, что при падении электронов в границу и графен металл, а электроны падают под разным углом. То есть для электронов в графене, которые падают петерникулярно, в границе раздел, барьера отсутствует. В то же время для электронов, которые падают под углом, существует этот барьер, этот план-переход. Таким образом, мы считаем, что в наших структурах по нелинейным транспортам шунтируются электронными падающими по-нормали границ в разделах. Поэтому наши полиномерные характеристики выглядят абсолютно линейнее. А барьеры к петер-переходу у вас? Тут, да, а тут к петер-переходу. Будут растворены? Ну, на мой взгляд, просто, как замечание, на мудрешие советы уже научного администратора, которого первые защищающиеся, но это другие. Суть вопроса по поводу, вот, кто изготовил барсов, заключалась не в том, что мы сейчас перечислены были, я догадался при самом взятых у вас в статье. Суть вопроса заключается в том, почему они не указывали. И с этим нужно было на него просто согласиться и перечислять дальше. То есть, то же самое, что с печаткой, вы согласитесь, и все. Если надо учебу. Да, хорошо. Значит, а поскольку вы это знали заранее, то он может быть составлял электрого труда, в этих слайдах строчка указывается. На каждом пункте. И он раздумывается нет. Пожалуйста. Так, и заключение по содержанию диссертации Акатруба Александра Владимировича, доктора физико-математических наук, профессора, заведующий отделом химии и функциональных материалов, институтами органической химии Сибирского отделения Российской академии наук. Первое. Актуальность. Сформулированная тема диссертационной работы является актуальной. Второе. Научная новизна. Выносимая на защиту результатов диссертационной работы, являются новыми и оригинальными. В работе предложены асимметричные детекторы суперограммцового звучания существительности 10 вольт на ватт и эквивалентность мощных шкум, а не более 5 на 10 минус 9 вольт в 300 келлинах. Показывают, что базовые волны могут влиять на частотную зависимость от электрографенового латурального диода шотки, даже устройства с относительно небольшим подвижностью электронов, вдали от первого возможного резонанса. Было продемонстрировано, что полевые транзисторы на основе графена являются высокочувствительными детекторами терокерцового излучения. При этом выпрямление излучения происходит за счет комбинации термоэлектрического диодного эффекта и резистивного смешивания. Вперу измерена длина волны, время жизнеплазмома, брусной нографии при 10 келлина методом терокерцовой спектроскопии и фотоотрика. Далее. Диетическая и практическая значимость работы. Значимость диссертационной работы определяется предложенным методом терокерцовой спектроскопии и фотоотрика, асимметричных детекторов на основе регулированных данных структур, позволившим измерить длину и время жизнеплазмом на условном графике. Данный метод применимый для статей квазмом в других двумя на структурах с высокой подвижностью носителей зарядок. Дальнейшая оптимизация резонансных детекторов путем увеличения добротности квазмома и резонанса позволит рассматривать их как основу для создания компактных спектрометров для гельцового диапазона. Все результаты диссертации опубликованы в 12 работах в 8 статей ведущих процензированных журналах. Пятые вопросы и замечания. 1. Хорошо написано литературное обзор, но отсутствует часть по сопоставлению чувствительности детекторов терокерцового излучения разного типа с разрабатываемыми устройствами. Не определено, к какому уровню чувствительности детектора стремится автор. 2. Второе представление о структуре химической связи в графине делается на основании представления о гибридизации в терминах СП-связи. Однако автор ошибочно считает, что 2С электроны углерода реально участвуют в образовании синтеза связи. Правильно будет описывать природу уровней графитовых материалов в рамках теории МО-ФЛКО. 3. Описание синтеза углеродных нанотрубок сделано достаточно полно, но осталось неясно, какие типы углеродных нанотрубок использованы в детекторе. Цены измерения недостаточно для диагностики углеродных нанотрубок. Для измерения КРС спектров отсутствует информация о глине волны возбуждающего звучания. На рисунке не приводится дышащая мода, поэтому невозможно даже приблизительно оценить диаметр углеродных нанотрубок. Какая часть синтезированных углеродных нанотрубок имеет металлический характер проводимости. 4. Имеется замечание технического характера. Для части рисунков подпись переносится на другую страницу, что вызывает сложность при прочтении диссертации. Общая характеристика диссертации. Диссертационная работа Галюченко является целью на законченном исследовании и посвящена актуальной научной тематике. Работа выполнена на высоком научном уровне, является новым результатом достоверным. Автор реферат полно отражает содержание диссертации. Диссертация полностью соответствует требованиям положения ученых ступеней. Конфуты и подписи. Пожалуйста. Диссертация полностью соответствует диссертации. Диссертация полностью соответствует диссертации. Да, я согласен, что эту часть нужно было вставить. Без нее литературный обзор не полный. Я сегодня попытался вкратце установить такие детекторы бывают. Второе замечание с ДСП-2 связи. Я также согласен с этим замечанием. Диссертация. Данная технология использовалась с ДСП-2 гибридизацией. Использовалась для того, чтобы показать, что атомы углерода образуют три поваленные связи. В лоскуте, при этом для описания действительных арбиталей нам нужно использовать методы квантовой химии, чтобы было указано линейный контакт с атомной арбиталей. Следующее замечание касается характеризации синтезированных углеродных нанотрубок. В частности, замечание заключается в том, что непредставленные дышащие моды на спектрах. Я согласен, что мы не привели эти данные, я не привел эти данные ассоциационные работе, однако характеризация нанотрубок производилась с несколькими метрами комплексно. Это была сканирующая электронная микроскопия, чтобы визуализировать. Комбинационное рассеяние света нам использовалось не для определения диаметра, а для определения степени дефектности углеродных нанотрубок. А для определения диаметров нанотрубок использовалось атомные саловая микроскопия. Прежде всего, это связано с тем, что атомные саловая микроскопия имеются у нас в наличии. Особенно, рамманская микроскопия, чтобы навести статистику, нам должны использовать это на стороне этих приборов. Но дышащая мода в наших группах «Киднейм» мы это проверяли, но так как это не сильно осталось, тем диссертацией я не сталкивался. Все. Все? Александр Ильич, вы удовлетворены? Да. Нет, я устраиваю. Комментарий нет. Пожалуйста, Юрий Матвеевич. Значит, зачитываю тогда заключение организации, где проводилась аппровация работы. Это Московский Педагогический Университет. Московский Педагогический Государственный Университет. Заключение подписано ректором профессором Лукопом. Диссертация Гея Дученко Игоря Андреевича прошла аппровацию на кафедре общеэксперментальной физики Московского Педагогического Государственного Университета. При подготовке диссертации в соискатии Григорьевиченко работал в Ницкорчатовский институт, а также в Московском педагогическом государственном университете. В 2011 году Григорьевиченко окончил в Московский государственный университет. В период с 2013 до 2015 был прикреплен к аспирантуре Ницкорчатовский институт. Научный руководитель, кандидат физико-математических наук Федор Юрий Евгеньевич. Так, оценка выполнена в связи с каждым работой. Тема диссертации является актуальной. Цель диссертации – создание исследования симметричных детекторных устройств терминцового диапазона на основе графена и гибридовок нанотрибровок. Для достижения цели были решены следующие задачи. Шесть задач написано. Второе. Конкретное личное участие автора в полученном результате. Все основные результаты работают получены автором лично или с авторским скалением. Личный квадавтор в представляемых исследованиях составил изготовление экспериментальных образцов, разработки и выборы методов исследования, разработки и адаптации экспериментальных методик проведения экспериментальных исследований, участие в обсуждении и анализе полученных данных, а также подготовке статей. При непосредственном участии автора разрабатывалась конфигурация всех представленных детекторов устройств на основе углеродных нанотрубок и графена. Автором осуществлялось изготовление устройств на технологическом оборудовании МПГУ. Синтез углеродных нанотрубок и метод механического осаждения производился в НИКС-Сурчатовский институт. Автором был разработан экспериментальный стенд для изделения фотоотклика изготовленных устройств в терапевационном диапазоне. Был исследован фотоотклик асимметричных устройств в диапазоне температуры от 10 до 300 км. Был проведен анализ, прочный экспериментальный оттенок. Степень достоверности представленных исследований. Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием современных методов исследования и современного сертифицированного оборудования. Достоверность результатов также подвергнена к признанию научной общественности при обсуждениях на научных семинарах, конференциях, а также положительными рецензиями статей. В Игучинке принял участие более чем в 10 международных конференциях с устными и постсорными докладами. Основные результаты докладывались на восьми международных конференциях. Научная новизна. Новые научные результаты. Первое – в работе, впервые, продемонстрировано резонансное детектирование тераперцового излучения. Второе – продемонстрировано возможности использования транзисторных структур с высокой подвижностью, для исследования спектра к лазерным полом. Третье – показано двойственное природное тераперцовое фотооприка поливых транзисторов в конфигурации верхнего шоуографического канала. Четвертое – объединены основные механизмы детектирования тераперцового излучения в устройстве с асимметричным контактным регированием на основе ВНТ и графика. Фототермоэлектрический эффект, определенный в применении. Пятое – показано, что даже в случае графика с невысокой подвижностью вкладываемые возбуждения в канале транзистора с асимметричным контактным регированием влияют на детектирование тераперцового излучения. Теоретическая значимость результата состоит в том, что они вносят вклад в форминальный механизм, приводящий к выпрямлению тераперцового излучения асимметричными детекторами в устройстве на основе ВНТ и графика. Предложена методика тераперцового скриптоскопия и фотооприка позволяет исследовать свойства плазмонного графика при низких температурах и манитных условиях. Практически изначально в данной работе были разработаны технологические машины для изготовления асимметричных устройств на основе ВНТ и графика. Два предложены конфигурации чувствительного детектора на основе условного графика. Построены теоретически на вылет для расчета чувствительности в детекторах. Полученные данные могут быть использованы для разработки детекторов тераперцового излучения нового поколения. Продемонстрированный эффект резонансного детектива может быть использована для разработки технологических устройств и тераперцового излучения. Диссертация, выведущая по соответствию паспорту специальностям 010407 физико-контенсированного строения, в частности по пунктам 1, теоретические и экспериментальные исследования, два технических и технологических приложения. Восьмое. Ценность научных работ подтверждается высоким рейтингом международных журналов. Список приводится к культурным работам рекомендаций. Диссертация, выведущая по Игоря Андреевича, рекомендуется к защите на соискание ученых степени кандидата физико-математических наук по специальностям 010407 физико-контенсированного состояния заключения принято на расширенном заседании как для общей специальной физики Института физики и технологий и информационных систем Московского педагогического университета. Подпись внизу пользован Григорий Наумович, доктор физмат-наук, зав. кафедры в общей специальной физике. Ну вот, введен, заключен, как я сказал, ректором. Следующий отзыв ведущей организации. Ведущей организации РЭИ Микотельникова российской институтной наук. Отзыв утвержден директором РЭИ Макитолом Сергеем Павловичем. Отзыв ведущей организации. Актуальность. Работа актуальна. Научная новизна. Все полученные результаты являются нормами. В частности, в работе в первую очередь относительно детектировано терапевцовое излучение асимметричным устройством на основе разопорядочных сеток в ОНК за счет фотопенограмметического эффекта. Оказано, что даже при использовании графина с невысокой подвижностью носителей заряда, плазменное возбуждение в канале транзистора с асимметричным контактным линиям влияет на детектирование терапевцового излучения. Основной механизм детектирования我覺得 эффекты выпрямления на появлениях, возникающих на границе графины металлов с более низкой работы выхода. Следующее. Показано, что детектирование терапевцового излучения аккумуля它. Конфигурация диакомического шула с графеновым каналом происходит за счет комбинации термоэлектрической эффекта и детектирования за счет затухающих плазменных молоков. На среду, в котором исчез problевательное резонансное состояние информатическое изучение nach照ian RESO в кулевом транзистору. на основе глусонного графена, а также исследован спектр плазменных полных графенов и его сверхрешет при температуре кислорода, структуру работы, описывая структуру работы, научная и практическая значимость работы. Работа расширяет диапазон знаний физических механизмов, приводящих к детектированию терапевцового излучения транзисторного устройства на основе ОНТ и графена. К основным научным результатам прежде всего можно отнести элементарную демонстрацию резонансного детектирования терапевцового излучения транзисторами на основе графена высококачественного двухслойного графена. Продемонстрированный эффект открывает широкие возможности для исследования спектра плазменных волн структур на основе графена и его сверхрешетки в условиях отлично как нормальных, например, при низких температурах. Изготовленные перестраиваемые резонансно-терапевцовый детектор на основе графена могут осознать основы для разработки компактных научительских тройтов, которые могут стать альтернативой современной громоздкой в реестре. Обоснованность и достоверность. Обоснованность научных положений в фундаментальной сфере выход на напряжение группы на высоком уровне с использованием современного оборудования и опробированных методик, что позволяет сомневаться в достоверности полученных результатов. По теме диссертация по группам 12 работ ведущих в научных журналах, личных квадратов. Из текста диссертации, перифераты и доклады, заслуженные на заседании научно-проэнфекционных семинарах, можно сделать вывод, что основные эксперименты по исследованию Т.Герцова, измерения шума не были измерены экспериментально, являются расчеты. Георгиевная мощность шума оценится в данной работе по измеренному напряжению отрика с учетом сопротивления устройства. Спектральная плотность шума оценивается по закону Джоанг-Капсона-Найкеста, для данного сопротивления другие возможные источники шума не учитываются и не обсуждаются. Второй вывод указан, что асимметричные транзисторные устройства на основе сеток ВМТ являются эффективными детекторами субтерогерцового звучания при комнатной температуре с чувствительностью 10 Вт на Вт. Однако, такие значения существенно вступают в большинство известных приемников субтерогерцов на будущих при комнатной температуре, диоды шутки, ячейки волея и даже пиоэлектрические приемки. Заключение. Утазные замечания не носят принципиального характера и не снижают научной значимости диссертации. Диссертация представляет собой цельное и законченное исследование, выполненное на высоком научном уровне. Цель диссертационной работы достигнута, задача выполнена. Работа обладает необходимой новизной и достоверностью полученных результатов. Автоферак полностью и точно отражает результаты диссертации. Диссертационная работа соответствует требованиям положения и присуждения ученых ступеней ПТИ, а ее автор Гайдюченко Юрий Андреевич заслуживает присуждения ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности 010407 физико-конфессионное состояние. Председатель научно-квалификационного семинара доктор физматного профессор Куршевец. Были замечания про эквивалентную мощность шума. Да, эти замечания касались эквивалентной мощности шума. Я не знаю, как дают диоды шутки и другими датчиками. Да, я согласен с высказанными замечаниями. Как уже сегодня говорил, что эквивалентная мощность шума оценивалась исключительно из тепловых шумов. В этом направлении я следовал. К тому, как это принято, как уже говорилось в графенном сообществе, а не в детекторном. Поэтому, да, экспериментально... Достаточно согласиться, если вы согласны. Если у нас вы оправдание нечестное здание, то идем дальше. Согласен. Дальше. Интендантов, наверное, не было. А по поводу учительственности, да, наши рекомендации могут поступать. Идем дальше. Так, так, переходим к отзыву на автореферрат. Правильно. Поступило три отзыва на автореферраты. Первый отзыв от Шуклова Е. Сергеевны, кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника МФТИ. Значит, отзыв положительных замечаний нет. Второй отзыв поступил от Ковалюка Вадима Викторовича, кандидата физико-математических наук, младшего научного сотрудника в оборудовании планов детекторов Московского педагогического государственного университета. Отзыв положительный, но в автореферрат имеется ряд замечаний, связанных в основном с оформлением опечатками. Все, по оформлению замечается. Дальше, третий отзыв от Ару Тюня Натальи Рафаэльевны, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института общей физики имени Прохорова, лаборатория с фотоскопией нашего материала. Отзыв положительный, но некоторые замечания. Первое. Поясните, пожалуйста, почему в АВИ-6 используется инкапсулированный графен? Оказывает ли влияние на результаты регирования графена из-за наличия воды и отсорбированных на поверхности атомов? Как влияет толщина метридобора? Есть ли возможность использовать более тонкие свои метридоборы для инкапсуляции? Второе, в автореферрате содержится большое количество опечаток. Вот оно замечание. На первое. На первое. Возвращаем на первое значение. Вопрос, почему мы использовали инкапсулированную графену. За счет инкапсуляции графена в нитридобора достигается наивысшая подвижность носителей заряда в графене. В нитридобора является идеальной средой графена, и мы его инкапсулировали, чтобы достичь максимальной подвижности носителей заряда. Так что касается толщины, в нитридобора также использовался как затворный диэлектрик, и тут его толщина определяется темными технологическими особенностями, и делается уже тоньше, чем 50 нанометров, достаточно сложно, иначе будет пробиваться просто затворный диэлектрик. Спасибо. Слово предоставляется ручным проводителем, пожалуйста. Я начну с того, что поблагодарю уважаемых членов советов на то, что они собрались для обсуждения диссертации моего ученика. Буду постараюсь быть по возможности кратким. Сама работа была оценена квалифицированными специалистами. Я же могу оценить более детально личный вклад авторов в эту работу. И его самого. И его самого, да. Начинал, естественно, Игорь как ученик. Вот эта работа с углеродными трубками пополнялась, по-моему, таким достаточно чётким руководством. И Игорь освоил синтез, и сами эксперименты мы проводили камер вместе. Когда мы вышли на некое поле в высокий уровень с точки зрения коллаборации и попытки анализа данных, и занялись терапеном, Игорь не только сам взаимодействовал с нашими партнерами, лабораторами, и дальше производил технологические работы по синтезу на конкретных устройствах, он сам планировал осуществлять эксперименты. Я был, в общем, в этом смысле на 100% на него положиться. И всю экспериментальную работу здесь Игорь уже осуществлял, если не сам, то в взаимодействии, опять же, с нашими партнерами, но не нуждаясь каких-то инструкций и помощи от моей страны. То есть я хочу сказать, что Игорь на данный момент является квалифицированным специалистом, опытным экспериментатором, который способен поставить задачу и реализовать ее на уровне технологическим, так на уровне методическим и экспериментальным, и анализа данных и, соответственно, представлений научной общественности в виде публикации и выступления в конференции. Соответственно, считаю, что уже давно заслуживают с высуждением и степень экономики наук, чтобы доказывать нужные публикации и их представления. Все же, да? Спасибо, Игорь Михайлович. Так, дальше у нас свободное обсуждение, о котором принят все участвующие. Смотрите, все желающие, но желающих, вот кроме районного члена Совета, вот здесь я, ну, помощников, ответственности. Вопросов я не вижу. Имеется ли желание у кого-либо члена Совета выслушать? Ну, подержите. Да, пожалуйста. Спасибо. Коллеги, ну, я еще раз хочу отметить, высокий научный уровень данной работы, она вполне соответствует несколько обостаточной специальности физико-диссертного состояния, и вот общая дискуссия показывает, что она вот именно в этой теме. Вот, однако, здесь вот, когда будет формироваться заключение дальше диссертационного совета, вот, я бы предложил диссертацию. Да, да. В честь следующего. Вот, несмотря на то, что вся диссертация, вот, дубликации, и вот, работа, и доклад, оно вот в рамках этой специальности, а название вот немножко, вот, выбрано неудачно, да, то есть, восьмое. То есть, название, в названии, как бы, научные руководители диссертант стали немножко на техническую тропу. Почему? Потому что слова устройства, и слова детектора, и слова технические. И потом, вот, в заключении организации диссертационного работы, и вот в выступлениях наших некоторых коллег, я услышал такой вот сугубо технический термин, который называется «технологический маршрут». Технологический маршрут, вообще, это категория опытно-конструкторских работ, окон. Вот. Эта работа, так сказать, употребляется от окон, и результатом, как бы, технологический маршрут, он формулируется вот так и называемый в технологической маршрутной карте. Это такой, я вам скажу, документ, который вам никогда не снился, он может иметь объем вот этой диссертации больше, вот. И у вас, как бы, ссылок нет. Поэтому я бы предложил вот в заключении слов вот этих вот терминов «технологический маршрут» не употреблять, а употреблять то, что вы реально делали. Вы реально делали, разрабатывали лабораторную методику получения. И, конечно, не употреблять. Потому что, человеческий маршрут – это для, так сказать, массового производства. Для того, чтобы, там, одна операция такая, другая такая, вот, 44 операции, там, так сказать, там, масса приборов, там, линия психологической. Вот это, то есть, маршрут. Вот, не употребляйте, пожалуйста, это слово. Вот, если кому-то там есть заключение. Его нет, я его убрал. Вот, дальше. Ну, Юрий Макеевич, очень внимательно. Вот. Там написано «рекомендация». А то, что в название попало, слово «рекомендация». Ну, «экологический маршрут» – оно внутри. Вот, диссертация – это слово «крепляется внутри». А вот название, смотри, что «детектор устройства» – это тоже те же «технические». «технические». Поэтому, вот, правильно это название было. Ну, сейчас уже только поздно к этому обращаться, да? То есть, мы должны просто сгладить все вот с отключением. Правильным названием было такое, например, «научная основа устройств на основе углеводных намотрубок и графелок для детектирования и для ракетцового излучения». То есть, научная основа и, в общем, принципы. Ну, и, опять, и разработки. Потому что, вопросы по, там, как мы шум измеряли, там, как мы потеряли, там, чувствительность, все, да? То есть, они их вызывают трудности. Так, поскольку… Ну, во всем этом деле спасает что? Спасает слово «детектор». Оно хоть техническое, но оно мягкое, да? То есть, есть… Извините. В категории, как бы, вот, техническое есть для измерительных приборов, есть средство измерения, есть «детектор». Вот, хорошо, что вы слово «следственное измерение» обошли, а вот «потребили детектор». Для детектора более мягкие требования по погрешностям, и к ним не применяются жесткие метрологические требования, и они не подлежат поверхке и калибровке. Но погрешность – слово «применяется». Поэтому вам нужно где-то там, в заключении, там написать, что, поскольку вы уже применили «детектор» на новое устройство, написать, что, ну, метрологические – обоснованы. Там, там, или измерительные, метрологические, там обоснованы, и так далее. У вас, то есть «детектор» у вас там есть… На некоторых графиках есть погрешность, «усы» нарисованы, те, а много не нарисованы, но… Ну, есть где-то. Для «детектора» пойдет. Вот, поэтому вот, вот, рекомендация, значит, вот поправить там, так сказать, метрологическое обоснование, бумажка, там, так, уголь будет первое, да? Технологический маршрут, как бы, искоренить. Вот, ну, и у всякого «детектора» у него должен быть… Вот, что является метрологическим характеристиками, да? Вот мы, что-то, прибор какой-то сделаем, депозон, который выделяет. Так, а до главного, там, до него, да? Вот, одна характеристика. Вторая, там, чувствительность, да? Третий – шум, и, ну, подвешенность. Так, и разница, вот, в основном, технологические характеристики. Вот. Про «все» у вас нет, поэтому… Ну, аккуратно следите. Ну, хорошо. Ну, документы аккуратнее подготовить! А-то если мы… Заключаем вперед! Спасибо. Заключение будем обсуждать после принятия положительного решения в защите диссертации. Спасибо. Сейчас мы обсуждаем, грубо говоря, давайте степень секунды. Давай, давай, да. То есть, пожалуйста, предлагайте имена. Да, мы предлагаем голосовать положительно. То есть, название специальности полностью соответствует. Спасибо, товарищи. Ещё есть желающие? Можно я? Да, пожалуйста. Вот в любой диссертанции в ней, как всегда, присутствуют два аспекта. Один – научный аспект, а другой – квалификационный аспект. С точки зрения научного аспекта, количество замечаний и вопросов, я считаю, что как можно больше в этом. Потому что научность связана с тем, что к ней возникают вопросы. Желание чего-то уточнить, выяснить. А с точки зрения квалификационного, лучше, чтобы вопросов не возникало. И вот тут многие люди сделают в качестве замечаний некую небрежность, которая, на самом деле, это довольно сильно небрежность, потому что там встречается терминологическая небрежность. С точки зрения квалификации, значит, терминологического небрежности допускать категорически нельзя. Нежелательно, по крайней мере. Потому что это свидетельство имени квалификации. Ну, вот несмотря на такое замечание, я считаю, что научная часть этой работы, она свидетельствует то, что квалификация у человека все-таки есть научная. Ну, значит, он несколько небрежно отнесся к квалификационной стороне вопросов. Это нужно учить в будущем. Потому что, может, там другая инсертация будет, когда-то, значит. Ну, нужно этот фактор учить. Спасибо, спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет? Тогда я хочу по слову добавить, что видно, что инсертация сделана на переднем фронте на окне. Там, как всегда, на переднем фронте есть много, говорится, осколков получено, говорится, от обстрела. Но, в целом, говорится, квалификация действительно не вызывает сомнения. Я тоже считаю, что надо благословить товарища в дальнейшем научный путь. Если нет больше желающих выступить, мы должны объявить перерыв, то есть избрать счетную комиссию и приступить к голосованию. Александр Владимирович, у вас нет замечаний по желанию выступить? У меня есть замечание, ну, очень небольшой, так сказать, небольшой комментарий. Так, пожалуйста. Я здесь вот в одном согласен с комментарием Александра Николаевича. И, на мой взгляд, вот, с точки зрения физики, как физической науки, как физико-креденсированное состояние, здесь, конечно, нет претензий. Но вот здесь, в этой диссертации, очень хорошо физика сочетается с материаловением, потому что вот эти физические особенности, они используют вот этих особых новых материалов. Мы вот на том как графе. Поэтому здесь очень важно было бы такие материаловедческие вещи, как методики синтеза, как диагностика материала, как исходная его характеризация. И от этого очень будут зависеть те физические инспекции, которые пытались на ней. Поэтому вот здесь вот тоже, так сказать, вот просто в порядке рекомендации и комментарии, что на следующей, в следующей работе, в будущей работе вот молодого человека, должны обязательно учитываться немного чисто статистических принципов, которые здесь были, конечно, изложены в работе, и сделана, так сказать, эта работа тщательно и достаточно надежно, но и более широкий взгляд на эту всю проблему. Ну, а в принципе, мне диссертация очень нравится, я считаю, что если такие детекторы гадания будут реализованы, то мы, конечно, хотим видеть книгами по себе в лаборатории. Поэтому я, конечно, рекомендую голосовать за это. Спасибо. Так, ну все, тогда, значит, предложение. Вот у меня можно это самое создать. То есть, брать счетную комиссию в составе, вот, можно без именовича? Иванов, Максимович и Абуток образцов. Нет возражений? Нет. Тогда объявляется перерыв на голосование. Значит, вот Юрий Матвеевич, он у нас технически обеспечивается только членов Совета. А видеосъемка принимается? Окей. Да, да. Я потом вас позову. А разве симптомы? Перерыв. Технически маленький перерыв можно устроить, да. Нет. Технический перерыв надо освоить. А. Съемка продолжается. Там по положению мы потом прервем, когда мы будем с Александрова Владимировича. Ну там так написано. Как написано, так и действует. Да. Уважаемые члены комиссии, вы собираетесь встаем и выберете председателя. Тихо и декабря, саим... Нет, 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 нет. А вот. А. А вот это можно закрыть. Может так, выключить? Может, так, выключить? Тихо. Тихо, я вас волну. Тихо. Тихо, это не встать через пять минут. Тихо. 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 Тихо, эти шеи. Так, Александр Тихо, вы, кстати, вам пять бюллетеней. Вы раздаете семь членов Дессовета. так показывают на канале что у нас устояется такое голосование и заодно расписывается спасибо Спасибо. И вот сюда. Здесь все прозрачно, поэтому, Александр Михайлович, вы как бы вы наблюдаете, здесь все прозрачно. Ухьем. И на консервах. Выйти на выборку по Сгородуму, просто не будет. Немножко подальше. Напоминаю, если вы хотите голосовать «за», надо затерпнуть «нет». И наоборот. И наоборот. Надо два раза. Вроде все, опять, присутствующие, явно члены получили. А с Александром Владимировичем мы сейчас будем голосовать отдельно. Так, теперь члены комиссии остаются вместе со мной. Мы обращаемся. Мы можем. Так, Александру Владимировичу. Так, что мы можем делать? Пока. Да. 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 Александр Владимирович, теперь вы говорите нам, что зачеркнуть. То есть вы голосуете «за». Да. Зачеркнули слово «нет». Так, зачеркнули слово «нет». Вам показываем. Так, члены комиссии тут должны расписаться. Да. Вы так сказали, что все это сделано. Просто написать. Да, просто. Без слов. Без слов. Положим так написать. Без слов. Просто написать. Спасибо, Александр Владимирович. Складываем. Теперь вы. Я опускаю. Ваш билетей. Опускаем ваш билетей. Все. Вот у вас все билетейни. Так. Александр Владимирович, вы все открываете. Да. Достаем билетей и считаем. Так. Билетей потом выводим. После билетей. Еще. Давай снимем. Так. Сначала считали, как всегда входили. Один. Два. Три. 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 Четыре. 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 Пять. Пять. Шесть. Ну, видишь, что все. А все. А все. А все. А все. Четыре. Пять. Четыре. У меня есть все. unos. С puedes. Держим в конверт. Держим в конверт. Держим. И протоколу. Подписываем протокол. Потом все. На месте. Берем протокол. Так. Нерегно. В целом. В целом. Не примут. Так, конверта. Так, вот протокол. Так, пишем, что он там предъявляет. Состав комиссии. Первый Максимович. Так, в общем, количество ублюдений 6. Роздано 6. В том числе удаленного. Роздано. В результате за 6. 6. Против. Нет. Державство. Нет. Действительно. Нет. Председатель. Четвертый комиссии. Еще. Да, да, да. Сейчас. Так. Так, вон ваканское искусство. Да. Списаться. Владимир Макеевич. А, да. Все, 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 все. Спасибо. Так. Сейчас я здесь, как пишу. Все, теперь можно сейчас. Ты поднимай. Давайте очень. Мы тебя уже будем повернуть, смотри на себя. Ты не представляешь это, как я. Так, тут у нас веб-взапись. Слово, Александр Михайлович, уважаемые коллеги, члены избирательной комиссии, доверие мне почетной комиссии выступить в качестве председателя и протокол, зачитывая протокол волгода счетной комиссии, диссертационный совет ФРТ-010407003. Срискатель Гривиченко Игорь Андреевич, диссертация «Симметричные устройства на основе грузовых нанохрубок и графена, как детектора и радиационного диапазона». Ученые степи, на срискании которых представлена диссертация «Кандидат физико-математических наук. Специальность 010407. Физиках конденсированного состояния. Дата заседания диссертационного совета 17 сентября 2019 года». Состав комиссии. Максимович Иванов-Образцов. Результаты работы комиссии. Процедура голосования была проведена в строгом соответствии с требованием положения присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в МФТИ. Общее количество бюллетеней – 6 штук. Из них роздано 6 штук. В том числе бюллетеней удаленного участника заседания – 1. Не роздано. Нет. Результаты голосования членов диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени. За – 6 голосов. Против – нет. Воздержался – нет. Действительных бюллетеней – нет. Далее – подписи членов счетной комиссии. Значит, мы должны утвердить, кто за этим, господин членов. Единогласно. Тогда можно поздравить нашего диссертанта с успешной защитой диссертанта. Мы забыли взять последнее слово, но сейчас можно сказать. Спасибо. Есть что сказать? Заключительное слово. Я хочу поблагодарить всех своих коллег и коллабораторов, без которых эта работа не состоялась бы. Отдельно хотел бы поблагодарить своего научного руководителя, Федора Георгия Евгеньевича, а также руководителя К. Древомича, экспериментальной физики Московского геологического государства университета Горгия Евгеньевича, заставленную возможность проведения дальнего диссертационного исследования. Я в данный момент добавил еще. Спасибо. Так, еще дальше нам нужно принять заключение. Но оно было раздано. Вот я лично свои замечания перед этим. С учетом замечаний есть предложение? Значит, предлагаю утвердить. С учетом деланных членов совета предложений мы его доработаем. Все так. Кто за это? Прошу голосовать. Спасибо. Тоже единогласно. Тогда будем считать, что заседание закончено. С учетом совета на этом закончено. Спасибо за внимание. Прошу включить камеры. Прошу включить камеры. Прошу включить камеры.